Девушки отдыхают 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 Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Мы говорим сейчас о вечере бокса где два поединка была Мойсеса и Таума Дэн Гарбор и Крис Бург против Эшли Лейна Вот сейчас Дима уже рассказал Джафар уже поделился своим мнением о поединке Мойсеса и Таума Дэн Гарбор Ты закончил, Джафар? Да, да, да то теперь, в общем, как бы и тебя готовы послушать. Ума этот Heavyweight, да? По-моему, если они по фамилии... Да какой Heavyweight? Ты что? То Майсес, то Майсес, это Ума. А это легкий вес. Мойсес. Это его старший брат. Я просто много боялся трел, и я по фамилиям уже все это путаю. Не могу вспомнить какое-то от Ума. Ну, он такой, он черный, с рыжими волосами, а брат ходит с голубыми волосами. Ну, да, конечно. Именно так и было. Не, так это Ума, это же Heavyweight. Да, Heavyweight, естественно. А он же, а там что обсуждать? Он вышел заведомо с парнем, который, ну, вообще как бы, ну, наверное, даже изначально в раздевалке у него не было какого-то общения с тренером о том, чтобы как-то выйти и что-то показать. Он вышел просто отбыть номер. От Ума интересный парень. Мы его видели перед Новым Годом у Саудитов. Он тогда тоже, кстати, выиграл досрочно и выиграл, по-моему, тоже в первых, во втором или в третьем раунде. Интересный боксер, я вам скажу. Но, опять же, вот то, что я люблю всегда говорить, и все, в принципе, это тоже любят говорить, оппозиция нужна. Хочется увидеть его с боксером, на котором мы сможем понять, насколько он хорош. Потому что, когда соперник заведомо он чувствует, что он ему ничего не сделает, он, конечно, красавчик. Он классно работает, выкидывает руки, у него неплохая скорость, удар. Вроде и техника хорошая, и на ногах он неплохой. То есть, вроде бы красавчик. Но для того, чтобы понять, насколько он красавчик, надо посмотреть его с кем-то по интересу. Это у него, по-моему, был девятый поединок. Восьмой. Восьмой. У него еще, Юра, по нашей аналогии, еще два боя. А с десятым мы начнем его уже троллить, если он будет боксировать с оппозиции вот такой, которая у него была в этом поединке. Нечего говорить. Он хорош, потому что соперник был слишком плох. То есть, он как бы выиграл досрочно. То, что, в принципе, у сомнений ни у кого не было. И быстро даже. Что даже если бы захотеть что-то разглядеть, то тяжело, как по мне. Вот, не знаю. Но парень интересный, за ним наблюдаю. И хочется уже увидеть его с хорошей оппозицией, чтобы понимать, что он действительно из себя представляет. Ну, я скажу все-таки свое мнение, потому что я, как бы, этот поединок хрень полный. Потому что по самому рисунку боя было видно, что Гарбер просто не собирается боксировать. Он собирается не упасть быстро. И даже Мойсес там. Мойсес, конечно же, там показал несколько классов, что он может показать право ударить слева. Очень четко может быть просто одиночные удары. Но, опять же, все это было на фоне того, что соперник вообще, ну, не то, что беспонтовый. Вообще никакущий просто соперник. спрашивается, ну, зачем Мойсесу ну, такие вот поединки. Потому что, ну, если взять его бокс-рек, да, то у него только два боя были по полную дистанцию. Это против Константина Довбыщенко. Это 4-го, 15-го апреля 23-го года. И тогда, в общем, мое мнение, в общем, однозначно было, что, в общем, Итаума не собирался наокутировать Довбыщенко, потому что, во-первых, Костя взял бой на коротком уведомлении, во-вторых, в общем, как-то британцы пиздят украинцев, ну, как-то, в общем, в общей политической атмосфере как-то неправильно. И второе, это вот он в июле провел, 29-го июля, против Кевина Николаса Эспиндола. Тоже прошел 6 раундов, но там просто чувак отказывался падать. Во-первых, он был стойкий, во-вторых, у него там 7 проигрышей, да, 7 проигрышей, 7 побед на то время было, и он однозначно умел выживать, утомлять соперника. И Итаума к этому поединку, может, был не очень хорошо готов, потому что, ну, не показал всего. Остальное, все остальное, это непонятно что, непонятно зачем, просто, в общем так, набиваем рекордс до десятки, на десятки мы уж включимся. Потому что, вот как вот у Ортли и кто там будет боксировать, у Ортли и... А? Рейзер Кларк. Рейзер Кларк. А, Кларк, да. Вот это вот, да, вот это выживание, вот это реально бой, скажем так, да, Горец, в общем, Горец, 34-я серия, все там 5-я и 10-я. Ну что ж, мы опять же Итауму не ругаем, мы просто ждем его 10-го поединка, чтобы, ну, понимать, еще два боя до 10-и есть, может, действительно что-то, ну, реальное будет, ну, тот же самый Камил Соколовский, либо еще что-то, кто, скажем так, ну, более опасен, нежели вот эти вот ирландцы, которые, даже, знаешь, ну, чувак с ирландским флагом вышел, показал, что ирландцы нихрена не бойцы, хотя, в общем, как бы, я думаю, что половина ирландцев, сидя в пабах, краснели, просто краснели, глядя на этот поединок, отстой редкий, ну, и просто жалко и Тауму, потому что на фоне вот такого вот соперника, никакущего, ну, типа, говорить о каком-то, что я проспект, хэви-вэйт, ты какой ты проспект, ты посмотри, кого ты бьешь. Окей, Крис Барк, Эшли Бурк, Кэшли Лейн, бой, я очень радуюсь, когда бои не идут 12 раундов и имеют хоть какую-то интригу, Дмитрий, давай, ты у нас сегодня начинатель, зачинатель, давай, Дмитрий, Сафар и Анатолий, Дима, тебя отвратительно слышно. А сейчас? Сейчас получше, да. Ну, от меня результатом этот поединок раздавал, потому что Крис Бурк проиграл киперу и проиграл досрочно. Ну, на счет этого поединка, можно сказать, звестно, что Лейн здивував, для него хорошая была серийная работа, он непогано себя проявил в конце поединка и смог котовать соперника, который до этого Крис Бурка зовсім, мне кажется, так и не готовый до такого бокса. И, ну, упозорился. Мне кажется, если Крис Бурк так дальше буду продолжать, то будущего у него в боксе немає. Окей. Джафар? Я, естественно, получил удовольствие от этого поединка, потому что мне понравилось, как Крис Бурк работает вторым номером четко, до момента, пока он попался на удар. То есть, он не застаивался, он уходил в разные стороны, то есть, понимал, что уже вторяется, начинал менять траекторию, быстро тушил потуги Лейна. То есть, как только он видел, что Лейн заряжается, он туда обязательно ударно выбрасывал, контрил хорошо, ну и вот, к сожалению, попался на такой вот удар. Вот вы, дядюшка, что любите, когда не 12 раундов, а вот 12 раундов такого боя, если честно, я присмотрел, чтобы чисто вот как Бурк будет вести себя, когда устанет, как Лейн уже, когда, ну, поймет, что не попадает, будет так же себя вести, как он перестроится, перестроится ли он вообще. А так, Лейн молодец, выжил свой момент, поймал на удар, и как раз он поймал на удар, когда Бурк вот, вот я сказал, я сейчас посмотрю, по разным сторонам, но в этот раз, когда он попался, он как бы не ту дистанцию выбрал, не совсем ту дистанцию, дистанцию, когда уже нужно было клинчевать и прижиматься к сопернику, он выбрал, чтобы выйти, причем под сильную руку Лейна, и вот так вот попал. Жалко, конечно, но на самом деле, Лейн взял титул. Молодец. Анатолий. Вот я вам скажу, этот бой смотрелся таким, вот я вообще сейчас от этого уикенда ничего не ждал, и даже не знал, буду ли я его встретить, получилось так, что было в доступе трансляция, даже онлайн, и я смотрел, в принципе, сразу и бои, как они шли. И я, скажу, получил удовольствие, именно несмотря на то, что неизвестные широкой публике боксеры, но, в принципе, сделали достаточно неплохие, такие добротные поединки, в том числе, вот бой, который мы сейчас обсуждаем, Брук Лайн, ну, Бурк этот, что же он неправильно делал? Делал же, казалось бы, все правильно, двигался, встречал слева, встречал, работал передней рукой, закручивал, не старался быть не перед соперником, понимая, что соперник, по большому счету, я думаю, все согласятся, был в простоватике, он был хорошо физически, функционально готов, то и, в принципе, как мне кажется, и сыграло ключевую роль в результате поединка, и вот это давление постоянное, и вот держался, держался такая-никакая, да, она вот делала свою работу ему в пользу, потому что Бурк, если бы имел хотя бы какой-то стопинг, какой-то более жесткий удар, которым он мог хотя бы притормаживать, я не говорю прям останавливать Лейна, у него бы шансы были, а получается так, что вроде бы делал все правильно, двигался, технично неплохо обучен, защищался грамотно, смотрел, ну, действительно, классно, достаточно неплохо обучен, обучен британец, все делал вроде бы правильно, а потом вот с течением раундов, понимая то, что нет чем остановить, а сил тратятся много на то, чтобы не попадаться, а хочешь не хочешь, в стыке все равно-то попадаешь, какие-то вот эти размены, как бы не уходил, и они все начали на нем отдавать большую водку на грусть и усталость, то есть он начал просто сдавать, уставать, то есть проблема была же не в том, что Лайн знал, что нашел какой-то ключ, Лайн как начал, так и шел, как паровоз, то есть его функционалка, его спасла и держалка, Брук работал классно, но вот за счет того, что он не смог остановить, а урон и темп поединка был для него высокий, он начал просто подсаживаться, как только он начал замедливаться, он начал, ясное дело пропускать, точно, не точно, но оно на нем все сказалось, кажется такое, что каждое попадание вбивало в него, знаете, какой-то гвоздь, и он становился все тяжелее, все медленнее, и все было ему тяжелее, давать конкуренцию и какой-то поединок, бой давать, то есть он начал просто уставать, и все, и вот Лайн, и он на таком фоне, за счет вот этой функционалки, и темпа, который он именно навязал, он его сломал, то есть вот и все, то есть казалось бы, лучший боксер во всем не смог выиграть, казалось бы, очень простого, примитивного боксера, а вот функционалка, вот как уже не раз мы смотрим, и не раз, как показывает практика, в профессиональном боксе имеет очень большую роль, иногда ты можешь быть очень классным боксером, но если ты не имеешь физической мощи удара, которая может остановить твоего соперника, тем самым ты можешь как-то отдышаться и уже начинать ты диктовать темп поединка, либо не имеешь сам функционалки, которая позволяет тебе все раунды отбегать, ну вот так может случиться, что ты проиграешь, поэтому Лайн выиграл за счет того, что просто лучше готов функционально, а груди жалко, потому что как боксер он на голову выше, и бокс показывал достаточно умный, как по мне. Помните, мы говорили не одну, применяли такую фразу, там проспект, если платит цену, то в общем платит он довольно-таки высокую, вот это с Владимиром Кричко так было, причем несколько раз, но и с многими проспектами, вот, Бурк уже один раз проиграл, ну в общем, как-то не сделал выводом, проигрыш его был практически, практически такой же, то есть он встретил мужика, который отказался, в общем, как бы, это, Март Лич в 22-м году, в марте, он просто отказался падать, тогда тоже был забакантный, только в супер, в бентам, в первом полулегком весе, и вот история повторяется только уже в бентам, вот, он просто отказался падать, и просто начал работать, включаться, и опять же, тут, как Анатолий сказал, подвела, подвела функционалка, и сфокусированность, вот, много факторов, когда боксер начинает уставать, вот, недаром говорил Холифилд, когда боксер устает, вот, мы видим настоящий его класс, вот, потому что сил уже нету, скорости нету, руки тяжелые, ноги тяжелые, и тут, в общем, ты вынужден уже защищаться получше, то есть включать все свои навыки боксерские, здесь, в общем, как бы, у Бурка этого не случилось, поэтому и налетел он, и пролетел, и вылетел, согласен на то, что 12 раундов такого боя, здорово, в общем, как бы посмотреть, но только с одним условием, когда ты уже не прокомментировал 8 боев до этого, вот, и половина из них были никакие, что ты, в общем, как бы и сам себя развлекал, и телезрителей, окей, давайте перейдем к следующему, бою, которые, в общем, бои, которые состоялись в Шетфилде, здесь, я очень жалею только об одном, что Исмайль Дэвис, Тро Вильямсон, у меня начался с четвертого раунда, вот это вот боище, где, один, один просто избивал второго, а второй, в общем, как бы, поспорил, что он не упадет до 12, поставил на себя, что не упадет до финального гонга, и держался как мог, то есть, в принципе, вот Исмайль Дэвис, Тро Вильямсон, это вот бой такого же уровня, как Мойса Сетаума, его соперник, только вот соперник не хотел падать, и как мог, старался, отбивался, то есть бой получился действительно очень интересным, и я просто сожалею, что, в общем, как бы, он у меня начался с четвертого раунда, точнее, с конца четвертого раунда, вот, а так, вот бой, когда, знаешь, боксеров ничего, ничего не сдерживает, ничего, нету никаких условностей, у них нет, ни, какого будущего, они просто вышли боксировать, вот хороший фильм был, «Бей в кость», с Вуди Харальдсоном, и... Антонио Бандерасом. Да, Антонио Бандерасом, вот это вот, вот это вот, что-то типа такого, может, не так по-голливудски, не такая уж отличная картинка, но что-то вот такое. Дмитрий. Ну, мне это воединок понравился, я дивился, ну, с четвертого раунда, киндзи раунда, но, я, много чего, мне понравилось, в этом поединке, то, что Исмаил Девис, он боксировал неплохо, трое, Вильямсон, виживав, была непогана швидкость у Девиса, он их непогано захищался, и много наносил ударил, ничего ему не мог сделать, трое, Вильямсон, и было в него гематома, ну, я вважаю, что справедливо выиграл Исмаил Девис, показал, он непоганый бокс, так что он и технический, и в защите, неплохо, и в ручной швидкости у него тоже было непогано, и на ногах он двигался, тоже неплохо построен своим соперником, он на голову за него сильнейший, мне поединок понравился. Джеффор, я, если честно, даже в прямом эфире попал на концовку, где-то с восьмого раунда, но чувство, что я много потерял, нету, потому что два качка ошиблись с соревнованием, и зашли не в зал мистера Олимпии, а в боксерский ринг, и Вильямсон-то начал хорошо, то есть начинал он хорошо, он попадал, он задавал темп, но он очень быстро устал, в силу опять мышечной массы, ничего я не понимаю, и начал пропускать все, что летит слева абсолютно, любой поток воздуха, любой удар, любой там, крюк летел прямо ему по глазу. Вильямсон, да, и Дэвис, Дэвис, да, второй Дэвис, Дэвис, почему он не смог добить Вильямсона, я так и не понял, то есть ты работал вторым номером всю первую половину, с целью оставить силы на вторую, во второй Вильямсон дает тебе попытки его финишировать, он влезает с тобой на ближнее и перестает работать, вот это до меня не доходило, у Вильямсона был успех, когда он входил на ближнюю дистанцию, но в поздних раундах он начал садить ее без ударов и еще вязать как-то бездарно, и тут, казалось бы, у Дэвиса были шансы, то есть соперник входит с тобой на дистанцию и стоит, как-то обработай корпус, потом переведи на голову, а он начинает выходить чуть ли не по воздуху, когда расстояние между ними меньше 10 сантиметров. Бой они закатили, может, в хороший, но если брать по отдельности их как боксеров, как Дэн Дюймс сказал, у них нет ни будущего, у них ничего нет в боксе. И когда я узнал, что этот бой еще и за поезд какой-то, то, нет, стало страшно, стало страшно, на самом деле. Ну, ты не посидел, это хорошо. Анатолий. Пока. Пока. Мне этот поединок понравился, я его смотрел с первого раунда, и хочу сказать, что если трое Вильямса я еще до этого видел, и в тех поединках, в которых я его видел, у меня тогда уже сложилось в нем впечатление, это парень с очень плохой защитой, хорошо физически сложен и может ударить. Вроде бы на первый взгляд смотришь, как он в стойке стоит, как он на ногах, думаешь, что это очень классно обученный боксер, но как он только начинает делать атаки и при своих же атаках пропускать, сразу начинаешь думать, что с ним не так. Это то, что я видел до этого. В этом бою, на удивление, он в атаках особо сильно не пропускал и действительно выжимал из себя, наверное, все, что мог. То есть, вот что у него, какой он багаж за время занятий боксом, уже, как говорится, набул по-украински, да, с добу, вот с тем он, с тем он, с тем он и вышел в ринг. Дэвис, конечно, я бы не сказал, что у него нету будущего. Дэвис мне понравился очень, потому что парень, в принципе, имеет потенциал. Другое дело, как его будут вести, какая у него команда и что вообще, какие у них задачи. Потому что он, при том, что хорошо физически сложен, здорово работает в двух стойках. Очень достаточно неплохая у него защита. Очень чувствительный боксер. На ногах. Он, кажется, одно время вроде такой неуклюжий, потом в другое смотришь, насколько он грамотно чувствует, когда нырнуть, когда подставить перчатку или с этой стороны, или с этой, как оттянуться, когда выкинуть этот апперкот. То есть очень хороший, чувствительный боксер. Видит в ринге хорошо, что когда надо делать. Потому что, если бы не видел, не смог бы так делать. То есть он смотрит, что происходит и умеет предугадать и вовремя уйти. То есть он мне понравился. Он, да, он был лучше просто, чем Уильямсон, просто лучше по классу. И поэтому, почему не удострочил? Варианта у меня есть два. Либо где-то не хватило опыта, вот именно как, он вроде бы пытался в конце немножко взвинтить. Видно было, что начал уже заряжать, потому что до этого он работал очень легко. То есть он бил, как бы такой жесткий удар, но это не был удар с акцентом, вот так бы я сказал. Были моменты, где-то в десятом, или каком-то, десятом-единнадцатом, где он немножко начал взвинчивать темп и где-то попадал. Почему не развил тут варианты игру 2? Либо опыта не хватило, либо возможно у него была задача какая-то вот именно поработать. Потому что Уильямсон, в принципе, из тех бойцов, с которыми он встречался, можно сказать, в его карьере самый был такой крутой боец. Потому что до этого у него были слабенькие ребята. У него 12 поединков, 6 нокаутов. То есть это еще сыроватый боксер, но с потенциалом. Мне кажется, что если будет вести грамотно, будет действительно идти работа какая-то, выстраивается какая-то стратегия его будущего под его вот эти данные, у него есть неплохие шансы ну как минимум где-то хотя бы попробовать себя в роли вот около претендентов или претендентов. Не знаю, как он дальше будет, с кем он будет, что он будет. Но на сегодняшний день он мне понравился, он интересный боксер. Поединок классный. Уильямсону респект за то, что он выжил из себя все, что мог. Он не упал, он пропускал, но он не сдавался. Он реально хотел выигрывать. Он хотел вытянуть этот поединок. И вот в этом, за это ему уважение он действительно вышел выигрывать, а не отставить. А этому Дэвису ну мне понравился его боксер. Я кайфанул, скажу честно. Ясненько. Переходим к следующему поединку. Сэнди Райан, Терри Харпор. Что ты машешь головой, Джафар? Понравился? Я этот бой ждал, больше основных есть, честно. А почему? Так, у нас конкурент Толяныча. Дэвису боям. Тут Харпер, я о ней вот, ну, ее, как и Кэти Тейлор, наверное, старались вписывать в любой значимый вечер бокса от, ну да, вечер бокса от Матчру. И вот тут я, ну, соперницы у нее были, ну, как правило, проходные, там, особых, как мощных претенденток не наблюдались, и рисовали ее образ такой неплохой. У Матчру уже три такие королевы, да, Тейлор, Харпер и Шантель Кэннер. Пока они не встретятся друг с другом, они их преподносят. Ну, и я думал, ну, опять очередная проходная соперница, но потом чуть глубже копнул и вижу, она чемпионка, довольно-таки жесткая. И тут высказывается интрига, что Террик Харпер, который возвышает матчрум и Дихтин, может действительно проиграть. Расключаем бой, Харпер хорошо действует, но недостаточно, соперница еще круче. То есть она пытается там что-то набрасывать, но соперница никуда не собирается уходить, она продолжает переть, и двойки ее вот эти вот, она, если Джеб пристрелочный и кросс после него решающий, то у нее Джеб тоже даже был очень жесткий, очень хресткий, и Харпер, мне кажется, просто такого не ожидал. Причиной поражения ее назвать могу только вот ее вот эти вот прыги-скоки в весах, она и в 130 дралась, потом поднялась в 140, опять в 136 спустилась, и тут она уже, мне кажется, просто потерялась, какой ей вес комфортен, и все это началось в основном после поражения Маунгартенов нокаутом, у нее потом еще ничья была вроде, вот, и поэтому мы наблюдали спад, и наблюдаем по сей день Терри Харпер, а Сэнди умница просто, то есть она взяла неожиданностью, заставила сдаться на стуле, такое, ну, несчастно бывает. Ясно. Дмитрий? Молодец, Сэнди, конечно, я довелся поединок, мне понравилось то, что она против такой боксарки, как Терри Харпер, проявила себя неплохо, выиграла достроково, и сдача была, может, я согласен, что, может, и весь повлиял, ну, и суперница показала непоганий поединок, держала и на джепа неплохо, и двойки, это, власне, тоже были непоганно, она пробовала, и вона вообще, мне кажется, была сильнейшая, удары такие были мощные, в ней, по стороне и с Харпер, непоганый поединок, чемпионка доказала, что она хорошая за претенденту, и доказано, что, если чемпионка у своей вазе, то не завжди видно спускаться або подниматься в другую категорию, потому что там можно проиграть. Анатолий. Я не просто в бой пошел попить чайок. Я злодих не знаю. Знаешь, это вот, помню, в Перце была карикатура такая, таксист такой, мордой, бабушка с самоваром, он ее подвозит на такси, говорит, бабусю, если решите мне давать на чай, говорит, то помните, я меньше трех самоваров не выпиваю. У тебя такое вот. Говоря об этом поединке, должен констатировать, Терри Харпер ни хрена не сделала выводы от своего поединка против Баумгарднера. Вот она просто ни хрена, блядь. И вот Наташа Джонес тоже не сдавалась, она насыпала. Терри Харпер она такая, знаешь, она и боксировать не умеет великолепно, да, вот на уровне, скажем так, чемпионском, хотя, в общем, как бы, ну, была чемпионкой мира и драться и драться не умеет не просто на уровне чемпионском, а на уровне, скажем так, улицы, да, то есть, и вот Сэнди Райан, которая, вот она, Забияков, был поединок, когда Харпер боксировала с Сесилией Брейхус, показывали, вот Райан, она сидит там, ну, так смотрит там, ну, то есть, нет, это, это, типа, не мой уровень. Она вышла, доказала, она просто ее избила. Вот, когда, вот это, знаешь, классный момент, когда две тетки дерутся за мужиками. И, 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 и одной мужик просто, в общем, она готова за него, там, просто там, морду порвать, там, все порвать, к чертовой матери. И вот это вот, Райан, вот, своего мужика-то отбила. Харпер, она, она просто психологически, то есть, она, ну, не верила, что ее можно избить. Вот, она же боксировала и с Брейхос, она же боксировала с Хабазин, там, ну, то есть, она скупой людей боксировала и, как бы, проходила полную дистанцию, только вот, Баумгарднер ее, там, в четвертом раунде, сдобила просто. Поэтому, и, скажем так, и на старуху бывает поруха, вот, ну, и, в принципе, это и должно было случиться. Терри Харпер, просто, что ее, да, вот, как ты сказал, Джафар, ее пихают везде, там, тянут, ну, а на поверку, в общем, не чемпионский уровень. Ну, и, я хочу, чтобы вы дали характеристику поединку Далтон Смит Хаса Сепеда. Ну, у меня коротко, блин, писть, вот и все. Больше ничего не приходит мне в голову, потому что, глядя, как Сепеда начал, я думаю, ну, все, Далтон, сколько он продержится, ну, раундов шесть, может быть. А тут тебе, здравствуй, попа, Новый год. Вот. Поэтому, я потом, знаешь, когда это все закончилось, я подумал, блин, и не постанова ли это, вот, помните, я рассказывал про Валик Кокуца, когда он там бей по печени, бей по печени, вот. Ну, так что, жду от вас. Я вам скажу, знаете, что Сепеда, ну, очень разочаровал. Я как бы, ну, мы многим, мы тоже общались с ребятами, где-то отдавали, предпочтили, для одного балла, потому что, что Сепеда уже, как бы, прошел пик, ветеран, 34 года, много был в таких тяжелых боях, воинах, и, как бы, скорее всего, едет за чеком. Но у меня все-таки, в подсознании, это было, ну, блин, это же чувак, который действительно прошел войны, который владел титулом, там, ну, практически был рядом, держал, скажем так, одной рукой его уже у себя, как бы, крыться, налепливал на себя этот полноценный бой, чемпиона мира, были у него бои, то есть, опытный, может же боксировать, ну, и казалось, и Далтон, я посмотрел, как Далтон боксирует, ну, как бы, обычный англичанин, да, который, вроде бы, собранный, пытается на каждую атаку вложиться с силовым ударом, не шибко, там, такой виртуоз какой-то, не сильно хитрый, простой, физически крепкий, молодой парень с ударчиком, скажем так. Ну, и, думаю, Сипеда, который все видел, и таких Далтонов, он, как бы, перекусывал, на один зуб, как говорится, брал. И тут, получается, выходит, вроде бы, смотрю, первый, второй, думаю, красавчик, все-таки Сипеда сейчас даст, преподасту руку. И потом смотришь, и он начинает просто вот на глазах, как говорится, знаете, вот когда старый телефон, батарейка начинает просто неимоверно быстро садиться. Вот и так что-то начал я замечать в Сипеде, ну, думал, блин, можно паузу, а потом пропускает удар в район печени, солнечного сплетения, и конец. Мне вообще, вначале вообще показалось, что это был ниже пояса, но на повторе было видно, что это было четкое попадание, там даже нету никаких вопросов, но, изначально, когда я смотрел, он так завис вначале, думал, что ниже пояса, сейчас вроде рефери влезет, а потом стру, пацан уже присел на четвереньки, пошел отсчет, а он встать уже не может. И я реально был в таком, ну, легком шоке от того, что Сипеда вот как-то вот так уж, понятно, он не был мега крутой, там, чемпион, чтобы там сильно там расстраиваться, но то, что как-то вот он так беззубо выступил, я вот этого точно не ожидал. Далтон, что Далтону дальше светит? Ну, давайте будем объективны. Какой у него бой светится? С Лопесом? С Хейни? С кем? С Матиасом? Ну, они будут боксировать, насколько я слышал, с каким-то англичанином, там, который тоже какой-то есть модный, они сейчас делают чисто какое-то дерби английское для своей аудитории, где там определится, кто сильнее. А дальше какие перспективы? Я думаю, никаких. Вот там где-то на уровне Англии с какими-то уже постаревшими мексиканцами либо прошлыми боксерами, которые где-то когда-то были засвечены на больших аренах Лас-Вегаса и Нью-Йорка, будут боксировать в Англии. то есть нету будущего, как Итальян говорит, у Далтона такого, чтобы сказать, да, этот пацан может разворошить улей в 63. Нет, ничего он не сможет там сделать, его туда даже не пустят, а если пустят, то он там быстренько поймет, что он никто и зовут его никак. А сипеда, ну вот сипеда, вот и сипед. Конец сипединой карьеры. Печально. Печально. Дмитрий. Да, согласен на то, что в сипеде уже, наверное, уже, ну все, наверное. Вин и постарев, и не был готовый до такого поединка, до того, что его будут так бать по корпусу. Ну, как говорят, голова может много ударов выдержать, а вот пищенка не всегда. И показалось, что, ну, вроде бы, как сначала дивился поединок, что сипеда, справедливо, и готов к поединку, и непогану в него получалось, но потом он подсев, и начал его избивать, Далтон, который имеет непоганный удар, и показалось, что все слабые стороны сипеда, ну, то, что он не плохо держит удары по корпусу. И мне так кажется, что сипеда, это уже, ну, все, ему ничего не святывается. А Далтону, по-моему, там вроде Азиз, там еще один, там, мае в голову англичан с ним проводить поединок. Ну, а то, что он будет, есть у него шансы на чемпионство, мне кажется, Далтоном, я согласен, Анатолием, что у него шансов мало, за всем. Такую воротку. Дафар? Да, ну тут сипеду винить за такое выступление не стоит, потому что нужно понимать, что Далтон Смит это такая локальная звезда хирна, шефинская, и он бы на пустыне выстрел не подключил бы сипеду к нему, если бы увидел, что сипеда в кого-то в хорошей форме. Зачем была какая-то информация, что сипеда уже, ну, либо не дорабатывает на тренировках, либо уже у него просто желание к боксу выиграло. И он быстренько так подкинул на столик предложение с хорошенькой суммой выступить в Англии. Вот, приехал сипеда, выступил, Смит, ну, Смит должен был сделать то, что должен был, вынести ветерана, он его вынес. Да, понятно, начал неуверенно, я, кстати, ждал, что Смит, скорее всего, должен начать агрессивно, потому что его дом, это его земля, то есть ты должен показать, кто здесь ходя, кто здесь пойдет дальше, по дивизиону оставив прошлое позади, а ты начинаешь работать как-то вторым номером не совсем убедительно, и нокаут-то пришел как раз, когда он пошел вперед, взорвался. Вот, поэтому я ожидал вот эту работу, которую он проделал при нокауте в первых раунда. Он не проделал, с Дэном Азизом, да, он потягаться может, Сиен там взял, схватил микрофон, заявил, что это будет шаг назад, но мы дадим шанс Азизу, прежде чем прыгнуть на грандов этого дивизиона, ну, посмотрим. Нет, на грандов он не допрыгнет, трамплин слишком маленький, а с Азизом могут какой-то, да, дерби устроить денег, сделать на этом, да и все. Я даже не знаю, все, мы уже все поговорили, ребята. Выжали из этих, из этих двух фичеров бокса все, что можно. Но, опять же, наши эфиры бывают суперинтересными, бывают просто интересными, а бывают иногда и такими. Дело в том, что, в общем, как бы, мы можем, конечно же, что-то придумывать, что-то натягивать, но и вы-то разбираетесь в боксе, дорогие телезрители, вот, и слушатели, и поймете, о чем пацаны говорят, ну, какое там, какое будущее есть, вот, поэтому мы и не собираемся, в общем, как-то, что-то возвышать. Но, у нас работы будет, ой-ой-ой, как на следующей неделе, поэтому вторник и среду мы посвящаем обзорам поединков наступающего уикенда. Напомню, что 29-го, точнее, вновь, 29-е на 30-е Оскар Вальдес, Лиам Вилсон, вот, собственно говоря, и саниеста эстрада Якаста Уолл, Уалле, у нас будет главные поединки вечера бокса, но будет Раймонд Мураталла, Ричард Хосе Торрес из таких, что, в общем, ай-яй-яй, ну, в общем, как бы будет очень много молодых ребят у Боба Арума. Также 30-го в субботу у Брата Пулев Игорь Шевазутский здесь я вообще не понимаю, там даже поставили знак вопроса, да, то есть он должен был боксировать за титул чемпиона мира, но Махмуд Чар в очередной раз или обожрался от допинга, либо разбил себе голову о стену, в общем, знаете, поскольку, в общем, хотел доказать, что он там крутой. Вот Игорь Шевазутский. Игорь Шевазутский когда-то входил или даже входит в промоутерскую кобрань, компанию Брата, Пулева и Вологодцева. Вот, не знаю, сейчас он там, не сейчас, но он, в общем, как бы говорит, вот типа у меня Пулев, он мне поможет. Я говорю, ну да, ну, вот, не знаю, там через дорогу перейти, там, не знаю, там банан почистить, может он тебе и поможет, но не больше. Вот так оно и случилось. Также у нас 30-го супер поединок. Мы его очень долго ждали. Мы даже не верили, что он случится. Это Арсен Гоумирян против Бертера Мироса. Также 30-го Тим Дзю, Себастьян Фундора, Роланда Ромера, Исаак Круз, Рислан Диллара, Майкл Зефара, Брайан Мендоса, Сергей Богачук, Ижикуля Сезар Мартинес, Анхелина Кордова. Все чемпионские поединки. И этот вечер, скорее всего, мы оставим на среду, вот, чтобы о нем поговорить. Ну и завтра, во вторник, мы также затронем один из самых интересных поединков от проспекта Фабио Уордли против Фрейзера Кларка. Он будет в воскресенье 31-го числа. Титул чемпиона Британии на кону и титул Содружества наций. Ну, там будет Флориан Марку, ну, и Ален Бабич будет еще вот этот вот. Бен Витекин что будет? Бен Витекин. Бен Витекин. Ну, Бен Витекин. Бен Витекин просто никуда. Мне просто экран-монитор-компьютер закрывает экран ноутбука, поэтому я иногда вот так, вы видите, я заглядываю, это я просто рассматриваю все. Бен Витекин, который танцует, да, на ринге? Да, да, да. Да, да, да. Ну, вот это, типа, да, пацан понтовитый и у него соперник Леон Виллингс 7 побед, 1 проигрыш. Ну, посмотрим, что там будет, насколько, в общем, танец белого порошка, 8 стирок и катышка. Вот, посмотрим, что там будет. За 7 я благодарю, что, в общем, позволили скрасить этот вечер приятной компанией, вот, и, ну, не самом, скажем так, феноменальном боксе, но мы должны признать, что довольно-таки бокс был неплохой. Вот, как на уровень боксеров, в общем, бокс был неплохой. Всех обнимаю. Нудной ночи, скучной ночи. Берегите себя. Пока. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.